Ребёнок никогда не шарит вместе со сверстниками. Это нормально? И не все личности одинаковы, причём это можно видеть, когда в одной и той же семье рождаются одни и те же папа и мама, и их уровень жизни один и тот же на протяжении нескольких лет, и тем не менее все дети разные, у них разный темперамент, разный подход к людям, к себе, к обществу и так далее. Есть дети, которые рождаются с очень хорошей внутренней природой, то есть они по природе очень хорошие, и эти дети стараются быть ещё лучше, чем они на самом деле есть, то есть они хотят быть совершенными. И это, конечно, родители обковаривали, это поощряет, потому что это очень здорово, это очень удобно, это очень приятно, это очень замечательно, когда ребёнок ведёт себя хорошо, когда он вежливо разговаривает, когда он хорошо ведёт себя за столом, когда он не просит, когда он ничего не требует, когда он ведёт себя как маленький взрослый. И это именно то, что происходит, что ребёнок становится маленьким взрослым. И такому маленькому человеку довольно сложно расти, потому что у каждого ребёнка есть какая-то любознательная, жажда исследовательная, жажда жизни, жажда чего-то познавать, иногда выходить за границы дозволенного. И этот выход за границы дозволенного для этого ребёнка, он очень тоже важен, чтобы он не ощущал себя всё время в силках быть очень хорошим. Потому что он может себя загнать в такую ситуацию, что у него не останется душевных сил расти. Слишком много душевных сил у него уйдёт на то, чтобы быть хорошим, а на то, чтобы удовлетворять и как-то расти, развиваться, познавать этот мир, у него останется меньше сил. Поэтому у такого ребёнка, если вы видите, что он становится маленьким взрослым, никогда-никогда не надо ругать, потому что тем самым вы ещё более усложняете ему жизнь, а наоборот, его всегда благодарить, если вы хотите что-то, делать ему замечание, делать это. Между прочим, я сейчас говорю о детях очень интересных, необычных, которые становятся всегда быть хорошими, речь идёт не о всех детях. И, да, стараться дать ему свободу действия там, где это возможно. Поощрять его прыгать, поощрять его бегать, поощрять его кричать. Таким детям тяжело кричать. Но если он кричит, это здорово, это приятно, это прекрасно. Кувыркаться, залезать, рисковать, рисовать, познавать этот мир. Удачи!